Добрый день, дорогие друзья! С вами Капля, и мы продолжаем говорить о моральном авторитете отца. Одна из важных и, на мой взгляд, самых простых вещей, которые мы можем сделать для того, чтобы сформировать в наших детях нормальный авторитет перед властью и так далее, нам необходимо быть подотчетными. Вообще, само слово «подотчетность» в современном обществе воспринимается более, наверное, негативно, чем позитивно. Поэтому очень важно сначала изменить собственное понимание этого слова, этого явления, и уже потом начать менять собственную жизнь. Подотчетность сама по себе очень важна. Подотчетность является неотъемлемой составляющей частью любого бизнес-сообщества, любого научного сообщества, любого, абсолютно любого иерархического сообщества. Я более того скажу, что для того, чтобы нам добиться успеха в той или иной сфере, необходимо быть кому-то подотчетным. Подотчетность – это та сила, которая скрепляет цепь поколений. Подотчетность – это та, которая скрепляет цепь передачи опыта, знаний и так далее. Другими словами, мы, как отцы, должны быть кому-то подотчетны, чтобы прийти к какому-то человеку и поговорить о нашем отцовстве. Поделиться нашими переживаниями, ошибками и услышать, и что самое главное, друзья, это принять тот критический взгляд на наше отцовство, которое обязательно наш наставник будет нам высказывать. Для наставника очень важно, чтобы это был человек зрелый, критика его была конструктивной, наполненной любовью и заинтересованный человек в том, чтобы помочь, а не просто высказать свою презренную афину. Я в своей жизни встречал огромное количество псевдонаставников, людей, которые брали на себя некую функцию быть моими наставниками. При этом, либо они были не заинтересованы во мне, либо они не были заинтересованы в моей деятельности. Но прежде всего, наверное, самым главным фактором ложного наставника является критицизм. Они видят негатив, они ищут негатив, и за счет этого негатива они утверждают собственное положение, свой авторитет и власть над нашей жизнью. Вот это не те люди, которые нам необходимы для того, чтобы наше отцовство стало лучшим. Найдите человека, который вас любит, если мы обобщим все. Человека, который умнее вас, человек, который старше вас, человека, который имеет больше опыта в отцовстве, чем вы. Это важно, потому что когда мы с вами выбираем наставника, человека, например, обладающего какими-то степенями, званиями и так далее, но при этом обладающего ниже статусом знания в данной сфере, мы не получим пользы. Сам факт, сама по себе подотчетность, она ничего не делает. Она не приводит к позитиву. Даже где-то, наверное, наоборот, она может разрушать наше вообще представление о том, что и как должно быть. Поэтому очень важен вот этот выбор наставника, очень важен выбор человека, который будет вас направлять. Когда мы становимся подотчетными, несколько вещей. Первое. Никогда не делайте это тайно. Если у вас есть наставник, человек, который наставляет вас в вашем отцовстве, сделайте так, чтобы ваши дети как минимум знали о том, что вы кому-то подотчетны. Если вы будете делать это открыто, то ваш ребенок в обязательном порядке, увидев это, будет вам подражать. Я однажды слышал такой, знаете, диалог между капризничающим ребенком и мамой, когда он сказал, ну, ребенок капризничал, мама начала его пытаться привести в чувства. И ребенок сказал ей, а ты не делаешь ли точно так же в отношении нашего отца? То есть дети, они, я уже говорил и говорил это достаточно часто, они очень чуткие к справедливости. Они в обязательном порядке проверят где-то у себя в голове наши требования не на предмет справедливости или там верности и точности, а на предмет того, насколько мы сами их выполняем. Поэтому, когда мы требуем от детей подотчетности, когда мы требуем от них ответа за их ошибки, какие-то проступки, необходимо, чтобы был некий базис, некая база, некий фундамент для этого. То есть наша собственная подотчетность. Итак, подотчетность важна для того, чтобы менять нас, сделать нас более сильными, более ответственными, более успешными в отцовстве. И подотчетность дает нам авторитет в глазах наших детей.